Мягкий знак в существительных и числительных Тема нашего занятия – «Мягкий знак в существительных и числительных». Сегодня мы познакомимся с буквой «Мягкий знак», правописанием разделительного мягкого знака и случаями употребления мягкого знака после шипящих и в числительных. «Мягкий знак» – это буква русского алфавита, которая не имеет звука. А еще она не может быть заглавной и стоять в начале слова. Так зачем же она нужна? «Мягкий знак» не обозначает звуков и выполняет несколько служебных функций. Обозначение мягкости согласного на письме, разделительная функция и показатель грамматических форм. Давайте сравним. Слово «Мать» обозначает «mother». Слово «Мат» обозначает «defeat in chess game». Разница в том, что в первом слове стоит мягкий знак, и «Т» читается мягко. Или слово «Полька». «Полька» обозначает «dance». Если мягкого знака нет в слове, то читается «полка», и это обозначает «shelf». Давайте посмотрим еще на несколько примеров. «Угол». Если мы добавляем мягкий знак, то получается слово «уголь». Совсем другое значение. Или слово «шесть» с мягким знаком превращается в слово «шесть». Итак, мягкий знак может стоять на конце и в середине слова и служит для того, чтобы смягчать согласную букву. Например, «день», «деньки», «конь», «коньки», «огонь», «огоньки», «пень», «пеньки». Если он стоит после согласной, например, в конце слова, то он смягчает согласную, и мы читаем «конь», «семь», «брать». Но мягкий знак может выполнять разделительную функцию. Тогда он является разделительным мягким знаком. Давайте прочтем. «Конь», «як», «семь», «я», «брать», «я». Разделительный мягкий знак стоит после согласных и перед гласными «е», «йо», «ю», «я», «и». Таким образом, мягкий знак является показателем мягкости согласных, если он стоит в конце слова, например, конь, тетрадь, или если он стоит в середине слова, например, «коньки», «сильный». Мягкий знак также может быть разделительным. Давайте прочтем. Например, слова «коль», «коль», «я», «вью», «га», «варень», «е», «польет», «уль», «и». Все гласные после мягкого знака читаются со звуком «и», «коль», «я», «вью», «га», «варень», «е». Хотелось бы заметить, что мягкий знак всегда стоит после согласных в корне слова перед гласными «е», «йо», «ю», «я», «и». Итак, разделительный мягкий знак пишется перед «е», «йо», «и», «ю», «я», 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 «в корнях» стою, друзья, «воробьи», «семья», «жилье» перед «я», «ю», «и», «е», «ё». Запомните, что разделительный мягкий знак пишется после корня, после согласных перед гласными «е», «варенье», «ё», «шитье», «ю», «пью», «я», «семья», «и», «соловьи». Итак, мягкий знак может употребляться в конце слова, в середине и как разделительный мягкий знак. В середине слова, например, «банька», «ельник», «огоньки», «яблонька». В конце слова «стебель», «пень», «мель», «лошадь». Разделительный мягкий знак «деревья», «вьюга», «бульон», «приморье». А теперь давайте познакомимся со случаями употребления мягкого знака после шипящих «ж», «ш», «ч», «щ» в существительных женского рода. Например, слово «тишь». Вы видите, что на конце пишется мягкий знак. Почему? Потому что он указывает на то, что данное слово – это существительное женского рода третьего склонения. Сравните, например, «ночь», «нож», «речь», «муж», «карандаш», «дочь», «ложь», «врач». В одних словах пишется мягкий знак на конце, в других – нет. Почему? Давайте посмотрим слово «ночь» – это существительное женского рода, и мягкий знак пишется. Или слово «речь» – это тоже существительное женского рода. А вот «нож» – это существительное мужского рода. Вы видите, что мягкого знака нету в слове «нож» и «муж». Также в слове «карандаш» – существительное мужского рода, без мягкого знака, и в слове «врач». А вот «дочь» и «ложь» – это женский род. Значит, мягкий знак пишется на конце. Мягкий знак после «шипящих» пишется на конце существительных женского рода в единственном числе. Давайте посмотрим. «Дочь» – женский род, «брошь» – женский род, а вот «богач» – это мужской род. Вы видите, что на конце нету мягкого знака. Так же, как в слове «нож» или «муж». Все эти три слова существительные мужского рода. Мягкий знак писать не нужно. А вот слово «молодежь» – это женский род. И вы видите, что оно пишется с мягким знаком. Давайте чуть-чуть отдохнем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, запомним. Род мужской гонит мягкий знак метлой. Женский род – наоборот. Мягкий знак в друзья берет. Вывод. На конце существительных женского рода после шипящих пишется мягкий знак. На конце существительных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется. Ну, и еще. Еще один случай употребления мягкого знака в словах. Правописание мягкого знака в именах числительных. Вам поможет эта табличка. Запомните, что на конце чисел от 5 до 20 и 30 мягкий знак пишется 5, 16, 20, 30. В числительных от 50 до 80 и от 500 до 900 мягкий знак пишется в середине – 5, 10, 8, 100. Главное, что мягкий знак писать нужно только один раз. Запомните, что если у вас есть на конце мягкий знак, в середине не пишите. Нет мягкого знака на конце – пишем мягкий знак в середине. Ну, а сейчас давайте попрактикуемся. Я прочту этот текст, а вы обратите внимание на употребление мягкого знака в числительных. 900 с лишним лет назад москвичи вырыли ров для защиты своей крепости. Он имел ширину 15-16 метров. Лет через 15, после того, как археологи нашли остатки Кремля XII века, им удалось найти ров, который был еще больше. Его ширина была 38 метров. Кремль, который был построен при Ливане III, уже 500 с лишним лет украшает Москву. Вы можете остановить видео и еще раз прочесть этот текст. Ну, а теперь давайте еще попрактикуемся в употреблении мягкого знака, как разделительного, так и смягчающего. Например, объявление «Продается жилье». Звонить по телефону 565-127-58-76. Спросить Татьяну. И еще, еще одно задание. Прослушайте диалог, а потом прочитайте его в паре со своими сокурсниками. «Добрый день!» «Я бы хотела пригласить Наталью на мой день рождения». «Я очень сожалею, но Наталья уехала в Нью-Йорк. Она вернется в понедельник». «Очень жаль. Могу я ей позвонить?» «Конечно, только хочу вас предупредить, что в Нью-Йорке сейчас уже ночь». «Я позвоню ей в полдень». «Отлично!» «Ее телефон 718-555-876». Обратите внимание, как широко используется мягкий знак. Итак, сегодня мы узнали, что мягкий знак – это показатель мягкости согласных. Мы изучили мягкий знак после шипящих и изучили случаи употребления разделительного мягкого знака. Вот такое большое спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, мой урок был вам полезен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok